Добрый день, в эфире Степан Демура, программа «Парадокс». Буду старше, наверное, 18 лет, потому что некоторые прошли уже школу с товарищем Фурсенко, и не хотелось бы очень сильно портить им свежий, затронутый снегом мозг. А то вдруг один нейрон состыкуется с другим нейроном, возникнет маленькая искра, и мозг может рвануть. Но сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Это Андрей Илларионов, экономист, бывший советник Путина по экономическим опросам. Добрый день, Андрей, спасибо, что пришли. Добрый день, добрый день, нашим радиослушателям. Вот очень интересные события произошли на прошлой неделе. Глазев поругался с Чубайсом, и нам Центробанк наш родной российский заявил о валютных войнах, о начале валютных войн. Потому что Глазев тут же сказал, что Россия практически потерпела поражение в финансовой войне. Ваше мнение по поводу всей этой ругани среди бывших однокомандников правительства Гайдара? Прежде всего, вы сказали, Глазев поругался с Чубайсом. Или Чубайс поругался с Глазием. Мне кажется, это точнее. Я не припоминаю, чтобы Глазев как-то комментировал слова Чубайса. Чубайс поругался. А Чубайс комментировал. Вы, кроме того, заметили, что оба этих гражданина принадлежали одной команде. Это действительно так. До 1991 года и даже в 1991-1992 годах Сергей Глазев и Анатолий Чубайс работали в одной команде. Но и даже тогда, собственно говоря, каждый из них придерживался разных взглядов, что затем было и продемонстрировано в течение двух последующих десятилетий. Это говорит о том, что тогда члены той команды отличались от предшествовавших им академиков или советских экономистов новым языком. На котором говорит более или менее вся современная экономическая наука. А вот идеологическая направленность каждого из них, а также некоторых других участников этой команды оказались различными. И, собственно говоря, это мы наблюдаем последние два десятилетия. Ну, а что касается непосредственно сути вопроса, то если позицию Глазев еще можно как-то характеризовать, потому что он более или менее внятно ее сформулировал, то позиция Чубайса неизвестна. Потому что кроме такой достаточно площадной ругания мы от него ничего не услышали. Это не значит, что я согласен с Сергеем Юрьевичем Глазевым, но, по крайней мере, его позиция внятная. Он ее отставит в течение двух с лишним десятилетий. Это позиция интенсивного развития с помощью государственных средств, с помощью государственных расходов, государственных инвестиций. Государство активного участника экономических процессов. Есть сторонники этой позиции, есть оппоненты этой позиции. Но, по крайней мере, в последние два десятилетия Сергей Глазев достаточно последовательно эту точку зрения отставил. А люди, которые не отстаивали, они находились у власти, мы имеем то, что имеем. Нет, я должен сказать, что как раз многие люди, которые оставили аналогичную позицию, находились у власти. Сам Сергей Глазев находился у власти. Он был заместителем министра внешнеэкономических связей в 1992 году. Затем был министром внешнеэкономических связей в 1993 году. Затем долгое время был депутатом Государственной Думы, был заместителем руководителя секретаря Совета Безопасности. Написал очень, поскольку Глазев человек работоспособный, человек пишущий, много пишущий, активно пишущий, автор большого количества документов разного плана. И его воздействие на ход дискуссии и на ход решений всегда ощущался. Сейчас он работает, насколько мы понимаем, советником Владимира Путина и имеет возможность оказывать непосредственное воздействие на формирование государственной политики. В отличие от Анатолия Чубайса, который тоже имеет возможность оказывать воздействие, но, правда, совершенно с другой позиции. С позиции руководителя государственной корпорации Рослана. То есть, собственно, господин Чубайс реализует программы Сергея Глазева на тех постах, на которых, собственно, он занимался. Вам не страшно от такого? Нет, мне не страшно, просто Анатолий Борисович Чубайс публично демонстрирует якобы свою антагонистичность Сергею Юрьевичу Глазеву. Но, на самом деле, самым последовательным, как бы, исполнителем и претворителем в жизнь идей и заветов Сергея Юрьевича Глазева как раз и у вас Анатолий Борисович Чубайс. Потому что вся история РАОЕС — это сохранение государственного контроля за электроэнергетической компанией в области распределения, в сети распределения. Но ведь она же начиналась под другим лозунгом и соусом, что электроэнергия станет в два раза дешевле, все будет прекрасно, придут иностранные инвесторы, понастроят огромное количество генерирующих мощностей, и вообще энергетика будет жить прекрасно. А что получилось? Да, надо нам все-таки различать лозунги и пропаганду, агитацию, которые сопровождались так называемой реформой в электроэнергетике, и реальные действия. Действительно, что касается реформы электроэнергетики, то осуществлялось два процесса параллельных и практически друг к другу дополняемых. Что касается генерирующих станций, то значительная часть их только не были проданы, а были переданы частным собственникам без какой-либо компенсации в государственном бюджете. Это была, пожалуй, крупнейшая так называемая приватизация или, так сказать, передача в частные руки распределения без каких-либо поступлений в государственный бюджет. По рыночным ценам начала 2000-х годов российская электроэнергетика стоила тогда порядка 200 миллиардов долларов. Вот они ушли в частные руки без какой-либо компенсации в государственном бюджете всем гражданам. С другой стороны, что касается сетей, и особенно магистральных сетей, эта позиция Чубаса заключалась в другом. Заключалась в том, чтобы сохранить это в государственных руках, создать соответствующие государственные управляющие компании. Так оно и осталось. Но кроме этого, были еще попытки, так сказать, оказать, увеличить государственное финансирование и государственное инвестирование в еще недоприватизированную российскую электроэнергетику. И это действительно было с помощью того же Чубаса осуществленного. А что касается Роснано, так это просто чистое получение средств из государственного бюджета и освоение государственных средств. Поэтому трудно назвать какого-либо другого человека, который бы столь последовательно осуществлял бы программу Сергея Юрьевича Глазьева, одновременно его публично обвиняя во всяких смертных грехах, которые, собственно, сами осуществляют. Глазьев-то не предлагал, на самом деле. Нет, Глазьев говорил о том, что необходимо увеличить государственные инвестиции на новые технологии, на новое развитие. Собственно говоря, именно на это и обращал внимание тот же самый Чубас. И в течение нескольких последних лет, ссылаясь на деятельность своего Роснано, якобы это новые направления, новые технологии и так далее. У меня всегда вопрос возникает. Сейчас, одну секунду. И вот как раз этот последний Гайдаровский форум, на котором он дал несколько интересных комментариев, к которым, я надеюсь, мы еще обратимся. Он как раз подчеркивает, вот этот инновационный путь развития российской экономики, на который нужно, чтобы государство давало деньги. Это, по сути дела, четкая цитата, точная цитата и Сергея Глазьева. Нет, ну вопрос-то в другом. Ну хорошо, есть Роснано. Каких-либо видимых результатов работы Роснано пока не видно. Как не видно? Они очень маленькие. Потрачены государственные средства. Они очень маленькие. Я думаю, это же нано-результаты. Нет, ну миллиарды рублей потрачены без какого-либо следа. Ну кроме тех следов, которые остались в наличных счетах. Это заметные результаты для тех людей, кто участвует в этом проекте. Да, но ведь вопрос на самом деле в другом. Собственно говоря, вот результаты развития новых технологий, они же ведь должны применяться в промышленности, чтобы давать наибольший выхлоп. Правильно? С точки зрения генерировать добавленные стоимости. Ну промышленности у нас вроде нет. Она так тихо умирает. И как программа Глазева или то, что делает Чубайс, вообще входит в ту же программу 2020. Я ее так внимательно прочитал, заставил себя прочитать этот могучий труд. И я пришел к двум простым выводам, что основной идеей этой программы является первое де-не национализация бюджета, а де-социализация бюджета и де-индустриализация страны. Вот как это вписывается в эту великую программу, над которой работают такие могучие экономические умы, как МАУ, например. Вы знаете, вы все-таки великий человек, судя по всему. Если вы решились читать этот труд и более того овладели. И вот, честно говоря, я не видел никакого смысла в том, чтобы тратить силы для того, чтобы читать этот документ. Этот документ был написан совсем с другой целью. Этот документ был написан целью пиаровской, пропагандистской в соответствующее время. И он соответствующим образом используется. Я не видел ни одного признака того, чтобы этот документ в какой бы то ни было степени был бы использован или готов был бы быть использован. Андрей, мы о нем слышим буквально чуть ли не каждый день. Но сейчас чуть поменьше. А так вот, великая программа, великая программа, она придет к нас к счастью. Есть, на самом деле, два, по крайней мере, существенных следствия от написания этого колоссального труда. Первое, это заметное увеличение государственного финансирования тех организаций, в которых работали и работают разработчики этой программы. Так что, видите, заветы Сергея Юрьевича Глазева воплощаются в жизнь и в этом деле. Это первое. А второе, это, я бы сказал, какой-то дождь наград, пролившийся на разработчиков этой программы, на писателей этой программы. Там есть и упомянутый вами господин Мао, есть там представители Академии народного хозяйства, Выше школы экономики, Института Гайдара. А вот все эти лица, которые составляли этот, не все, а очень многие лица, кто был причастен к созданию этого документа, получили государственные награды, получили государственные финансирования. Это из моего кармана, я с налогоплательщик. Можно сказать, естественно, а с чего же еще? Андрей, мы должны прерваться на новости. Прерваться на новости. Добрый день, программа «Парадокс» с Степаном Димуром. У нас в гостях Андрей Ларионов, телефон студии 6510996, код города 495, пишите на сайт финам.фм. Мы прервали свой разговор на замечательном моменте, о том, как создатели программы 2020 обогатились и получили много премий. Интересно, дачи им выдали? Я обратил внимание, не премий, а финансирование раз, а и государственные награды два, потому что там есть ординат за заслуги перед отечеством в различной степени и там другие награды. Так что это не просто грамота на стенку, это такой серьезный документ. Ну да, железный крест, например. Ну, видите ли, в чем дело. Вот я в свое время, вы меня представили в том числе как бывшего советника президента Путина, вот я вспоминаю, по-моему, это был 2001 год, когда один из нынешних создателей вот этой самой программы 2020 настойчиво звонил мне, я тогда работал советником президента, и очень уговаривал, чтобы я лоббировал, значит, и способствовал тому, чтобы тогдашний президент и нынешний президент Владимир Путин наградил очень высоким орденом господина Егора Тимуровича Гайдара, директора тогда Института экономических проблем переходного периода. Вот, а на мой вопрос, что является как бы вот предметом, по к чему, говорит, ответом было заключалось в том, что приближается день рождения Егора Тимуровича, по-моему, это 18 марта, 2001 года, круглая дата, если не память не изменит, по-моему, 45 лет, или вот, да, по-моему, 45 лет, вот, и хорошо было бы, чтобы российский президент наградил Егора Тимуровича вот к этой дате. Так что, значит, еще раз скажу, различные проявления той концепции, которую так четко и ясно сформулировал Сергей Юрьевич Глазьев, использование государственных ресурсов, государственного бюджета, государственных наград, государственных статусов, государственных полномочий для личных целей, это как раз вот мы видим в деятельности вот той группы граждан, внимание которым вы привлекаете, в вашей частности, этой передачей. Ну, Глазьев, наверное, не совсем это имел в виду. Да, видимо, действительно так, потому что при том, что Сергей Юрьевич является одним из, наоборот, последовательных и, еще раз скажу, наиболее артикулированных таких вот защитников этой идеи, все-таки он имеет в виду другое, и, как мне кажется, в своем личном поведении он там старался быть гораздо более сдержанным. Вопрос тогда, на самом деле, все шутки с шутками, а возникает реальный вопрос. У правительства есть хоть какое-то видение, скажем, ну, на пять лет? Вы имеете в виду, сколько еще надо освоить и сколько еще наград получить? Не, ну, это понятно, чем больше, тем лучше. А вот реально, вот Путину, по-моему, дали шесть лет, ой, избрали на шесть лет, простите, оговорочка по Фрейду. Как видение, куда пойдет страна, что нужно делать, есть? Хотя бы даже у экономистов, у кого вообще, есть или нет? Не, ну, видите, мы возвращаемся к глобальным вопросам политико-экономической природы нынешней российской власти, нынешнего российского политического режима. Конечно, у каждого из представителей этого режима, который сейчас находится во власти, есть свои видения о том, как они строят свою собственную судьбу. И собственную жизнь. И собственную жизнь. И как нужно использовать государственную власть, государственную структуру, государственное положение, государственный бюджет для достижения этих самых целей. Что же касается вот каких-то общих целей, которые... Для страны что-то сделать. Но вот для страны, там, для народу, я, честно говоря, не видел этого и давно уже не вижу, вот в последние, не знаю, там сколько-то, уже 8 лет это, по меньшей мере. Поэтому мне трудно каким-то содержательным образом это комментировать. Вот я просто этого не вижу. Тем более, что все сколько-нибудь значимые механизмы выявления и трансляции взглядов, интересов страны, граждан, какими бы они ни были, различные идеологические, политические, культурные, какие угодно предпочтения, эти механизмы выявления и трансляции фактически были практически все уничтожены. А те, что не уничтожены, там продолжают уничтожаться. Поэтому для того, чтобы что-то делать для страны, надо спрашивать страну, каким-то образом узнавать у нее ее интересы. Даже если ты с ними не согласен, даже если эти интересы являются не совпадающими и противоположными. Ну а зачем? Ведь есть же цик с волшебником во главе. Ну, грубо говоря, то, что вы говорите. Вот. Но это как раз эта самая система, на которую вы намекаете, очевидно, Центральная избирательная комиссия, собственно говоря, и предназначена наряду с другими инструментами для того, чтобы не узнавать мнение страны. И для того, чтобы навязывать другую точку зрения и создавать, так сказать, вот поверхностное впечатление о том, что якобы происходит. Иллюзию создавать. А вам не кажется, что эта тупиковая ветвь и очень опасная ветвь, она, наверное, сродни, я предупредил, что передача для 18+, сродни самогонного аппарата, у которого нет клапана сброса давления. Он греется, 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 и потом его просто разносит. Нет, вы знаете, все-таки нынешняя система довольно существенно отличается от той системы, которая у нас существовала до 91-го года, или даже быть точнее, до 91-го, а скажем, наверное, до 89-го года. Потому что процесс демократизации Советского Союза начался наиболее активно в 89-м году с начала практически первых более или менее честных выборов на съезд народных депутатов СССР. И когда довольно значительная часть депутатов была избрана в реальном противодействии со стороны партийного аппарата, тем не менее были избраны, получили мандат и активно участвовали в этой работе. Именно их известно. Так вот, до 89-го года и до того процесса демократизации Советской империи, который был осуществлен еще тогдашним руководством Советского Союза, наша система действительно могла напоминать вот тот самый закрытый сосуд, в котором набирается энергия, набираются пары, которые может в какой-то момент разнести. В нынешней системе есть целый ряд клапанов, которые выпускают пар. Прежде всего, есть свободный выезд страны. Для этого не нужны никакие визы, для этого просто каждый желающий может получить зарубежный паспорт и выходить в любом направлении. Как мы знаем, миллионы российских граждан это уже сделали. Кто-то на временно, кто-то постоянно, кто-то для того, чтобы проживать, кто-то заниматься бизнесом, кто-то учиться, кто-то на постоянное место жительства. Таким образом, важнейший клапан, отсутствовавший в Советской системе, был открыт. Второй клапан, это, прямо надо это признавать, ликвидация железного заноса с точки зрения потока информации. Если раньше действительно существовали глушилки, отсутствовал поток газет, журналов, книг из Запада, которые могли бы читать советские граждане, сейчас никаких ограничений нет. Любой может читать что угодно. И, наконец, есть третья часть, третий клапан, важнейший. Я про третий клапан сейчас скажу, и мы вернемся. А третий клапан есть, значит, есть, по крайней мере, некоторые средства массовой информации. Они не являются таковыми масс, такими массовыми, как являются первые каналы телевидения, вообще телевидение, или, скажем, там, основные радиостанции. Но, тем не менее, они являются небольшими, которые дают отдушину для того, чтобы люди, не разделяющие позиции, навязываемые нынешним режимом, могли высказываться. Ну, среди таких вот мест является, конечно, радиостанция Финам, есть радиостанция Эхо Москвы, есть, там, телеканал Дождь в какой-то степени. Ну, вот есть какие-то, есть новая газета. Они являются относительно ограниченными. Но, тем не менее, те люди, кто не согласны с таким политическим режимом, имеют некоторую возможность, не все, не всегда, не по всем вопросам, но имеют возможность высказаться. Так вот, эти три клапана являются очень важными для существования этой системы, и они, конечно, поддерживают ее жизнеспособность. А вам не кажется, что это даже не клапана, это, так сказать, некоторая иллюзия клапанов? Ведь все хорошо, пока людям есть что кушать. Если, скажем, нефть будет по 40, по 50, то никакой социальной ориентированности бюджета, конечно, не будет. Людям будет кушать нечего, и тогда можно рвануть. А вот настроение, а настроение большинства населения по отношению к власти, скажем, не очень гостеприимное. Ну, вы знаете, я бы все-таки не привеличил... И ошибку, которую, я считаю, ошибку, которую сделал, кто у нас там главный-то по диалоге, товарищ Сурков. Ведь как работает современная демократия? Прошу прощения, это до 18+, демократия. Есть хозяин, есть две партии. Ну, недоволен народ одной партии. Хорошо, пошли на выборы, выбрали другую партию. Спустили пар. Например, хозяин счастлив, он руководит процессом. Народ счастлив, выбрали вторую партию на 4 года, накормили лозунгами и того подобное. А у нас с этой возможности нет. Мы выбираем только одну партию любым образом. Не, ну вы все-таки описываете, Михаил Дзин, демократические системы, какой бы совершенно она ни была, но это демократическая система, в которой власть меняется, приходит оппозиция. Какие бы слова можно было бы использовать по отношению... ...коппозиции, тем не менее, оппозиция предъявляет новые лица, новые подходы, новые взгляды. Что-то воспроизводится, естественно, в том числе и многие негативные черты, и бывшие группы, которые находились в власти, но тем не менее, некая смена происходит. У нас этого не происходит. У нас у власти находится та же самая группа в течение длительного времени. Ну, по сути дела, вот тандем силовиков и сеслибов, который пришел к власти в 91-м году, он, по сути дела, сохраняет свое положение... Тандем силовиков и кого? А, сеслибов. А, сеслибов. Сеслибов. Это системные либералы, вот, ну вот, упомянутый вами господин Чубайс, упомянутый вами господин Мау, вот, неупомянутый вами господин Гайдар и так далее. Это группа системных либералов, которые, на самом деле, лишь на словах являются либералами, поскольку вот они реализуют как раз программу Сергея Юрьевича Глазева, но только не для общества, не для страны, а для себя. Это, конечно, некоторое усовершенствование подхода Сергея Юрьевича. То есть они просто экспорприируют средства производства для себя? Ну, они используют разные, кто что использует, кто... там же возможности много, разные инструменты, поэтому зачем же ограничить себя только одним подходом? Есть разные методы, поэтому люди талантливые, люди способные, можно сказать, ну, пожалуй, не будем говорить. Изощренные. Вот, вот, обладают разными способами, поэтому разрабатывают разнообразные схемы, проекты, их осуществляют. Вот, поэтому вот с этим все ясно. Но, значит, вот если происходят какие-то перемены, перемены происходят в рамках баланса между двумя основными, как это вот раньше говорили, три источника, три составные части, да? А у нас, как сказать, два источника, две составные части. Хотя у нас появился, правда, третий источник, третья составная часть, это организованный криминалитет. И вот, как бы, вот эти три части, причем даже не весь криминалитет, там же, ведь не все же силовики вошли в этот тандем. Значит, вот силовики, которые там оказались, там, приверженными принципам, там, какого-нибудь Советского Союза, они в этот тандем не вошли. Прошли продвинутые силовики. Не все либералы, есть либералы, которые не разделяют этих взглядов, они туда не вошли, вошли только системные либералы. Так и не все криминалы вошли, вот криминальные авторитеты вошли. Вошли только правильные, не знаю, правильные пацаны. Дед Хасан был правильным пацаном. Правильные пацаны вот вошли, а неправильные пацаны вот были, там, частично отстреляны в 90-е годы, частично отстреляны в 2000-е годы, а правильные вошли. По поводу Деда Хазана не могу сказать, но помню, когда хоронили Япончика на Ваганьковском кладбище, по-моему, его похороны охранял батальон ОМОНа, и похороны проходили под российским триколором со всеми соответствующими государственными почестями. Так что, скажем, вот это три источника, три составные части нашего политического режима. Некоторые изменения баланса в этом триумверате, конечно, наблюдаются, и когда начинаются особенные там подвижки, мы слышим оттуда доносящиеся вопли, крики, и это представляется в виде такой какой-то эпохальной борьбы либералов и консерваторов. Как это рассказывает, например, тот же самый Анатолий Чебайч в своем интервью с Гайдаровского форума? Ну, может быть, Сердюков пал жертвой? Нет? Я не знаком вот с этой историей, она по-прежнему, с моей точки зрения, остается одним из таких самых загадочных вопросов, которые у нас остался от прошлого года. Мне кажется, там по-своему решается вопрос, как это, престола наследия и обеспечения устойчивости. Триллионов. Андрей, мы должны прорваться на новости. Добрый день, в эфире снова Степан Дембур. У нас в гостях Андрей Ларионов, экономист, бывший советник Путина по экономическим вопросам. Он нам сегодня рассказывает, как грустно и неприятно жить в этой замечательной стране, которую назвали Гондурасом. Ошиблись названием, скажем так. Андрей, все-таки вопрос у меня возникает. Вот послушав вас, получается так, что если есть мозги и какое-то желание что-то делать, отсюда нужно уезжать. Либо обзавестись какими-то родственными связями у правильных либералов, правильных силовиков или правильных бандитов. Кто-нибудь здесь может измениться? Каждый сам по себе строит свою жизнь, свою стратегию в этой жизни. Есть люди, которые занимаются бизнесом, стараются не обращать внимания на политику, но иногда политика приходит к ним, независимо от того, хотят они или нет. Причем эта политика иногда приходит в лице силовиков, иногда в лице системных либералов, иногда в лице правильных или неправильных пацанов. Некоторые действительно поступают так, как говорите вы, решая не тратить время и силы на какие-то попытки что-то изменить здесь и уезжают. Но есть люди, которые все-таки пытаются изменить ситуацию здесь и изменить ее в самом коренном месте, в коренном власти. Но вот есть, и вы знаете, в течение многих лет были разные движения, организации, оппозиции, которые с разных точек зрения, тут очень важно подчеркнуть, разные оппозиции были у этих людей и сохраняются эти позиции, повлиять на это, изменить это. Но вот некоторым результатом эволюции этого достаточно длительного процесса стало событие, которое с моей точки зрения является важнейшим в прошлом году в политической жизни нашей страны. Это избрание Координационного Совета, это свободные выборы, по сути дела, первые более или менее честные, свободные выборы в нашей стране в последние, возможно, 13-15 лет. Вы верите в эту оппозицию, так называемую? Я верю в то, что любые граждане любой страны, в том числе и российские граждане, в том случае, если они хотят что-то изменить, могут это сделать, могут попробовать это сделать. Но только мирным путем. Есть обсуждение того, какие методы приемлемы. Я предпочитаю и придерживаюсь мирных методов, хотя есть и другие люди, которые придерживаются или считают, что мирные методы в нынешней ситуации будут неэффективными. Но еще раз скажу, обсуждение того, что делать, обсуждение того, как делать, являются важнейшими вопросами современной политической повестки дня в нашей стране. Но ведь, смотрите, если власть все время призывает, ребята, давайте договариваться по-мирному, а президент... А когда она такое призывала? Ой, ну вот, когда они вдруг немножко испугались после думских выборов. Ну, во-первых, это было, во-первых, они так, никто такого не говорит, что давайте договариваться. Не только договариваться, нет, давайте вот перейдем на рельсы мирные, эволюционные. Нет, нет, такого никто не говорил. Со стороны власти такого никто не говорил. Это как раз делали люди, которые пытались узурпировать или как-то приватизировать протест. Тот же самый упомянутый господин Чубась, значит, упомянутый вами господин Кудрин, а некоторые другие представители говорят, нет, вот знаете, мы сейчас будем переговорщиками. Мы будем переговариваться, значит, вот переговорщиками от улицы, с одной стороны, и вот властью. И вот были знаменитые там встречи в разных ресторанах, вот переговаривались. И потом, значит, вот Алексей Леонидович Кудрин, значит, нагруженный полномочиями и ответственностями от тех, кто его передал эту полномочию в ресторане, отправился к Владимиру Владимировичу Путину, значит, с предложениями о переговорах. На что, помнится, Владимир Владимирович ответил в свойственном ему духе, типа, так сказать, о чем переговариваться, с кем переговариваться. Я никого никуда не посылал. Что должно произойти в стране, на ваш взгляд, чтобы господин Путин в следующий раз пошел бы на переговоры? Я думаю, ничто не подвигнет Владимиру Владимировичу на переговоры. Он не переговороспособный человек в этом плане. Что значит в этом плане? Ну, в этом плане он... Абсолютно уверен в своей власти? Да, конечно. Ну, а что должно произойти в стране, чтобы эта уверенность поколебалась, скажем так, на ваш взгляд? Когда он покинет эту власть, тогда у него, возможно, возникнет желание переговариваться по этому плану. Но ему же нельзя покидать эту власть. Он так считает. Ну, и, значит, пока он находится у власти, он на переговоры не пойдет. Ну, хорошо. А что должно произойти, чтобы власть изменилась? Ну, рано или поздно она изменится. И власть от него, естественно, уйдет. А что должно произойти, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, тут мы уже переходим в такую сферу политологического или там политического анализа. Что должно происходить? Экономического, может быть, анализа. Это то, что называется вот на языке политических теорий или политических практик, называется смена власти. Потому что, во-первых, начало какого-либо процесса создания чего-то нового может произойти только в том случае, если нынешний, даже не только один Владимир Путин, он, конечно, очень важный человек, и он, конечно, является лидирующим элементом этого тандема, или, точнее, триумбирата. Тем не менее, сам по себе он один. Никогда бы ничего об этом не смог. Это действительно есть как вот там три богатыря или там три аккорда. Значит, вот есть, еще раз скажу, это продвинутые силовики, системные либералы и правильные пацаны. Для того, чтобы у нас изменилась ситуация, нужно вот эту всю систему от власти отодвинуть. Вот это совершенно очевидно. И попытка, предлагаемое, точнее, предложение, делаемое некоторыми наблюдателями, гражданами, потому что, знаете, давайте мы сейчас займемся только вот с Владимиром Владимировичем, а для этого будем использовать потенциал, видимо, системных либералов, видимо, потенциал правильных пацанов и, видимо, других, значит, продвинутых силыков. С моей точки зрения, это некая наивность, некоторое заблуждение. Хорошо. Каким должен быть процесс? Вы хотите, чтобы мы сейчас с вами обсудили, как это делать? Да, почему бы и нет? Я думаю, что это тот живой творческий процесс, который осуществляет, и в котором участвуют десятки тысяч, сотни тысяч, и в какой-то момент, я уверен, миллионы людей, которые этот процесс осуществляют. Ну, хорошо, нефть по 40. Не имеет значения. Я хотел бы пользоваться этим случаем второй раз. Вы обращаете внимание на нефть. Я хотел бы еще раз сказать, что цена на нефть в частности и нефть вообще никакого существенного влияния на политические процессы в нашей стране, как и в других странах, не оказывает. И, кстати говоря, вот эта концепция влияния цен на нефть и влияние нефти на политические процессы в нашей стране, это концепция, которая была разработана и внедрена чрезвычайно активно в сознание наших граждан системными либералами во главе с Егором Тимовичем Гайдаром с помощью книжки «Гибель империи» и многих других выступлений. Это специальная операция, в которой и системные либералы, и продвинутые силовики создавали идеологическое, теоретическое обоснование своей власти. Он говорит, пока цены высокие, даже не думайте, что эту власть можно изменить. Эта концепция является абсолютно неоснованной ни на чем. Она не подтверждается никакими факторами. Я вам приведу пример Туниса, пример Египта. В одном случае высокие цены на бензин, в втором случае высокие цены на хлеб. Раз, и власти нет. Можно приводить другие примеры, да, но в любом случае можно сказать, что... Хотя власть тоже была, держалась там десятилетиями. Если Тунис не является нефтеэкспортером, у них нет своей нефти, но Египт является нефтеэкспортером, не очень крупным, но является... Я имею в виду, что цена на хлеб привела к бунтам. Я обращаю внимание на то, что является ли страна экспортером, производителем нефти, экспортером нефти, и, соответственно, обладает ли она соответствующей рентой, которая позволяет поддерживать... Андрей, когда я имею в виду цен на нефть, я имею в виду, когда я говорю 40, я имею в виду голодные бунты в нашей стране. Нет, но я имею в виду, в данном случае, прежде всего, давайте мы по поводу доходов от нефти. Значит, вот, еще раз скажу, Египет являлся и является нефтеэкспортером, не крупным, но нефтеэкспортером. Это не спасло его на пике цен на нефть, свыше 100 долларов за баррель, от революции, в результате которой... Из-за хлеба случилось. Хлеб. А Ливия, Мааммар Каддафи... Ливия, давайте, это была спецоперация, это вообще отдельная вещь. Нет, ну, тем не менее, значит, потом к ним подключились, но начало процесса все равно было внутренним, так или иначе. Ну, не внутренним, с Горами и Катар постарались. Как бы то ни было, значит, вот, высокие цены на нефть не спасли Мааммара Каддафи. Можно приводить другие примеры того, что когда и где происходило. Советский Союз, значит, распался тогда, когда цены на нефть не были очень низкими, не были очень высокими. В тот же момент, значит, ни одна из других нефтяных стран, нефтеэкспортеров, не развалилась, не прекратила свое существование. Не было задачи разваливать. Нет, нет, вот, так вы же и опровергаете таким образом, по-своему. Нет. Но опровергаете теорию, в соответствии с которой политическое развитие страны является производной от уровня цен на нефть. Не политическое развитие страны, а, скажем так, возможность выхода на улицу огромных масс. И это и есть политическое, это один из элементов политического развития. Люди выходят на улицу, когда у них нет других способов каким-то образом говорить. Когда им нечего кушать. Это политический процесс. Да нет, люди выходили год с лишним тому назад, в декабре 11-го года, и всем было достаточно кушать. Они выходили, они выходили как на прогулку. Ксения Анатольевна выходила на трибуну, мне кажется, Ксения Анатольевна есть что кушать, и многим другим людям выходили. А я вот говорю как раз, я их называю покемонами, эту массу. Давайте я все-таки завершу свой тезис, потому что это очень важный тезис, которым, к сожалению, еще очень много людей в нашей стране являются приверженным. Еще раз повторю. Высокий уровень цен на нефть не оказывает решающего воздействия на политический процесс в стране. Сам факт наличия нефти, добычи нефти, экспорта нефти не оказывает существенного решающего воздействия на политические процессы в нашей стране. Ожидать изменения политической ситуации в стране только после того, как цены на нефть снизятся, абсолютно необоснованно. Многие политические революции в разных странах мира происходили тогда, когда в странах нефти-экспортерах цены на нефть находились, мировые цены на нефть находились на очень высоком уровне. И наоборот, многие другие революции происходили тогда, когда для импортеров цены на нефть находились на низком уровне, соответственно, они получали большую, скажем так, находились в благоприятной экономической обстановке. И, казалось бы, для них это высокий... Еще раз, смотрите, цены на нефть, скажем, 30-40, ну, нам будет нечего кушать больше. Да ну что вы говорите, смотрите, вот у нас соседка, Украина. А Украина, на самом деле, вышла из того же самого Советского Союза. Мы были в одном государстве в течение какого времени? 350 лет. Значит, вот основные хозяйственные практики, культура, подходы являются очень близкими. Конечно, мы разные народы, это не один и тот же народ, но очень близкие народы, скажем так, обладающие очень сходными культурными кодами, практиками, поведениями и так далее. Но при распаде Советского Союза в 1991 году одна часть страны осталась нефтью, газом и всякими прочими другими ресурсами, а другая часть страны осталась без нефти, без газа, но зато с шахтами Донбасса, устаревшими, так сказать, вот... Ловильными заводами. Проржавевшими там какими-то ресурсами и так далее. Каков результат? Да, сложно, да, непросто, да, уровень жизни в Украине сейчас по-прежнему ниже, не очень низкий, ниже, чем в России. Но там никто не голодает. Белоруссия другая страна. Не голодает, но они, во-первых, многие работают у нас, а во-вторых, у них была... Значит, украинцы являются одной из групп населения, которые уезжают из России быстрее, чем многие другие... Нет, ну, еще раз подсказываю, говорим об этом. Они провели конституционную реформу. Украина является средне-развитой страной, значит... Украина средне-развитой страной, по-моему, недоразвитой страной. Нет, это средне-развитая страна. Сейчас ВВП на душу населения в Украине порядка, видимо, 7-8 тысяч долларов по паритетам покупательных способностей. Это, конечно, не имеет ничего общего там с Африкой или с какими-то там другими бедными странами. Она не является такой богатой, как Швейцария, не является такой богатой, как многие европейские страны, но и не является такой бедной, как многие другие. Есть другая страна, есть страна Белоруссия, Белоруссия, в которой тоже нет нефти, нет газа. Зато есть два МПЗ хороших. А вот, еще раз говорю, так сам факт, еще раз говорю, наличие нефти, наличие газа не является критическим для политического развития страны. Ну, об этом мы поговорим в следующем выпуске. Сейчас мы прорываемся на новости. У нас в гостях Андрей Лорионов. Звоните по телефону 6510996, задавайте ваши вопросы. Добрый день, в эфире снова Степан Димур с программой «Парадокс». Повторяю, у нас в гостях Андрей Лорионов, экономист, бывший советник Путина по экономическим вопросам. Телефон студии 6510996, код города 4295. Можете задавать вопросы также на сайте Финам.фм. И закончили мы наше обсуждение на теме адекватности, скажем так, восприятия низких цен на нефть и возможности смены режима. Андрей считает, что цены на нефть вообще не имеют никакого отношения к возможной смене режима. Я бы уточнил, нет, я не говорил, не имеет никакого отношения, я говорю по-другому, не имеет решающего значения. Решающего. Не имеет такого критического значения. Они, конечно, оказывают какое-то воздействие, но это значение является достаточно незначительным. Ну вот смотрите, когда разваливали СССР, в этом поучаствовали саудиты, опустив цены на нефть, и поучаствовали канадцы, лишившись всего своего золотого фонда. Когда опускали цены на золото. Это уже исторический факт. Нет, вы знаете, я с этим бы не согласился, потому что, во-первых, вся эта история со снижением цен на нефть, это, собственно, вы рассказываете значительный кусок из книги Гайдара «Гибель империи», который... Ой, нет, вы знаете, это... Из книги швейцера Виктори, которая является искаженной историей, который... Швейцер выполнял свою роль, он пытался преувеличить роль ЦРУ... Дело в том, что я ничего из Гайдара никогда не читал. Ну, дело не в этом, я в данном случае просто рассказываю документы, которые достаточно хорошо известны, вот, и швейцер, когда писал свою книгу, он как раз пытался, скажем так, создать имидж директора ЦРУ Вулси и придать ему некие такие, ну, не то чтобы дьяволические черты, но как бы такие черты человека, который развалил империю зла. Ну, тем не менее, результат налицо. Но дело в том, что его роль в этом была достаточно скромная, роль Саудовской Аравии в некотором снижении цен на нефть есть, однако она была существенно преувеличена. То есть Гайдар говорил о том, что цены на нефть упали в 6 раз, в 4 раза, в 5 раз, на самом деле они снизились в 2,2 раза в течение короткого периода времени, в 1986 году. А к 1991 году они поднялись еще на 60%, то есть не опустились, а поднялись. И к 1991 году Советский Союз пришел, в общем, достаточно, ну, приличными мировыми ценами на нефть. Они были ниже, конечно, чем на пике нефтяных цен конца 70-х, начала 80-х годов, но они были гораздо выше, чем те цены, мировые цены на нефть, которые были в течение столетия до 72-73 года. Поэтому вы можете описать экономическую, предположить экономическую ситуацию в нашей стране и социальную ситуацию в нашей стране, когда нефть, скажем, 30-40 в данный момент? Ну, во-первых, у нас были все 90-е годы, у нас были цены 17-18 долларов за баррель. Это минутку, мы проходим после 150. Да ничего, мы не первая страна, которая находилась в этой ситуации и не последняя страна. Еще раз говорю, Украина вообще не имеет нефти. Всю нефть, или почти всю нефть, Украина импортирует, Беларусь импортирует нефть, Прибалтика импортирует нефть, Грузия импортирует нефть, Армения импортирует нефть. И что? Они что, погибают? Ну, живут непросто, живут в чем-то легче, в чем-то труднее. И что из этого? В Польше нет нефти совсем. И что, она погибает? В Чехии нет совсем нефти. Я не говорю о гибели страны, я говорю о смене режима, возможно. Ну, понимаете, какая вещь? Еще раз скажу. Вот сейчас, если взять структуру нашей замечательной экономики и, скажем, бюджета, и предположить, что цены на нет стабильно держатся в районе 30-40 процентов. Долларов. Долларов за баррель. Ну, и уж если прогнозировать, я буду тогда прогнозировать, что у нас нефти нет совсем. Нет, просто представим такую ситуацию, что в России не будет нефти и газа, что западно-сибирский регион отделился, вообще не знаю, кем-то стал, и вся Россия стала покупать теперь нефть у другого государства. Можно такое представить? Можно. Можно представить себе? Ну что, значит будет другая экономика, значит будет другой бюджет, люди будут заниматься другими делами, будут заниматься. Значит, многие деятельности, которые сейчас пользуются спросом и интересом, они потеряют свое финансовое обеспечение. Скажем, гламурная жизнь Москвы сильно потускнеет, потому что она в большой степени питается рентой, получаемой от экспорта нефти и газа. Некоторые очень популярные люди, очень известные люди, которые рассказывают, что у кого миллиарда долларов нет, то те пошли куда-то. Вот, они просто исчезают, и не обязательно это происходит в Камбодже и в других местах, они просто вот эта накипь, вот это, вот эти бизнесы, вот эти активности, вот эта вот деятельность, она просто исчезает, потому что она построена, держится на этой ренте. Ну что ж, обстановка в стране становится гораздо более здоровой, более нормальной, люди начинают заниматься именно тем, что вызывает спрос со стороны нормальной. А что значит начинают заниматься? Ну потому что если они сейчас занимаются тем, что там говорят, да какие там, я теперь на корпоративы за 3000 долларов на несколько часов летать не буду. Понимаете, 3000 долларов для кого-то в нашей стране это полугодовая зарплата, а может быть и годовая зарплата. Ну а что значит начать заниматься? Начать заниматься это, значит люди перестают заниматься тем, за что платят зарплаты и доходы из газовой и нефтяной ренты, начинают заниматься тем, на что существует платежеспособный спрос в нашей стране и за рубежом. Происходит радикальное оздоровление гражданской, экономической и политической жизни в нашей стране. Ага, политической все-таки жизни. Происходит, конечно, да, оно повлияет. То есть все-таки произойдет? Нет, оно неизбежно произойдет, в том случае все произойдет. Но политические изменения могут произойти и тогда, когда цены на нефть остаются высокими. Как показали примеры исторические. Есть лифон звонок, да. Алло, добрый день. Добрый день. У меня вот вопрос к гостю. Я бы хотел уточнить, вот если перефразировать не нефть и газ, а просто источник существования. Если касаться Российской Федерации, то кроме двух труб, в принципе, ничто на плаву страну не держит. И вот если слово нефть и газ поменяется на источник дохода, и попытаться произнести то же самое, что изменение источника дохода ничего не поменяет в обществе. Такое утверждение будет состоятельно или все-таки стоит немножечко как-то не так категорично? Нет, конечно, поменяется, но категоричным надо все равно оставаться, потому что удельный вес нефти и газа, например, в бюджете, в федеральном бюджете нынешней страны составляет примерно половину. Около 10% волового внутреннего продукта это поступление от нефти и газа в федеральном бюджете и примерно 10% от всех других источников. Таким образом, половина от этого источника, половина от другого источника. Но у нас еще есть другая статистика. Я прошу прощения, это в федеральном бюджете. Если мы берем весь расширенный бюджет, то, соответственно, удельный вес нефти и газа составляет примерно, ну там, ну почти 1 четвертую от всех доходов бюджета. Если же мы говорим о воловом внутреннем продукте, то есть о всех видах экономической активности, то нефть и газ, вот эти рентные, составляют примерно 20% от всей деятельности. В том случае, если мы опять-таки гипотетически представим, что вот этой деятельности у нас не будет, хотя это, к сожалению или там, к счастью, это невозможно. Если цены упадут, упадут намного, упадут значительно, можем представить, что вот этих 20% волового внутреннего продукта не будет. Ну не будет, останется 80%, даже останется те 80% волового внутреннего продукта, которые существуют сейчас, а также те люди, которые занимались, значит, другими деятельностями, которые поддерживались этими рентными доходами, начинают заниматься другими деятельностями. Иными словами, можно посчитывать, какими будут структурные последствия исчезновения этого сектора. Да, если это произойдет в течение очень короткого времени, это может быть очень болезненным, особенно для тех, кто занимался и работал в этих секторах. Для тех, кто пользовался рентными доходами из этих секторов, да, это может быть очень болезненным. Но для большей части нашей страны, для большей части граждан нашей страны, для большей части экономики нашей страны, это, конечно, будет в целом носить оздоровляющий эффект. На самом деле очень интересная ситуация сейчас сложилась. Я посмотрел, что импорт продовольствия, импорт продовольствия после вступления в ВТО, он перекрыл с собой экспорт нефти. То есть кушать будет нечего. Ну так это означает, что мы покупаем даже сейчас, мы покупаем, если верны эти данные, хотя я сильно сомневаюсь, потому что все-таки для того, чтобы перекрыть по объему экспорт нефти. Нефть только нефти. Ну все равно это колоссальные величины, вот тем не менее. Но это означает, что этот импорт продовольствия финансируется не только за счет экспорта нефти, а за счет экспорта и других товаров. А что мы еще экспортируем, если не секрет? Ну можно посмотреть структуру. Военка, да, там на 5-6 миллиардов, что еще? Нет, понятно. Лес, что необработанный. Нет, понимаете, но это же классика экономики, значительную часть которой составляет нефть и газ. Это то, что известно под названием голландской болезни. Я в частности писал об этом еще в 2000-2001 годах, когда этого термина у нас в стране не знали. Это стандартная схема реакции экономики, когда повышаются внутренние цены, когда удорожается производство внутри страны, когда повышаются зарплаты и доходы внутри страны выше так называемого естественного или там уровня балансирования, уровня эквилибриума, равновесия. Значит, в том случае, если цены падают, то соответственно эти цены внутри экономики снижаются, вынуждены будут снижаться. Страна становится, другие сектора экономики, которые сейчас являются неконкурентоспособными, потому что идет большой приток валюты, они становятся теперь конкурентоспособными. А какие сектора вы могли бы назвать? Да все, что угодно. Ну, какие, например? Да вот наше сельское хозяйство, которое сейчас, уже сейчас на самом деле производит разные товары, которые пользуются спросом на мирном рынке, включая зерновое хозяйство, мы являлись последние более чем 10 лет экспортерами зерна, будет еще более конкурентоспособным. Я не вижу никаких причин, почему бы мы были бы еще более конкурентоспособными в новых условиях. У нас есть некоторые сектора обрабатывающей промышленности, которые являются конкурентоспособными. Есть разные люди. У нас богатая талантами страна, много талантливых предприимчивых людей, полных идей, полных инженерных навыков. В общем, достаточно хорошая инженерная культура. Не беспокоит, что инженерные школы многие уже утеряны? Что-то утеряно, что-то будет создано заново. Это, конечно, не происходит в течение одного года, да, в течение лет, в течение иногда десятилетий. Создаются новые школы, которых раньше не существовало. Да, действительно, ну что ж, такое бывает. То есть, тандемы-то навсегда? Нет, конечно. Триумвират, вы имеете в виду. Триумвират. Триумвират продвинутых силовиков, системных либералов и правильных пацанов. Это не навсегда. Это временно. У нас потом будут в книжках писать, в книгах по истории. Это был период, период триумвирата. Такой, такой черной страницы в истории страны, которая совпала, так получилось, совпала с исключением благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, которая благополучно была использована не по назначению. То есть, ну, вот из ваших слов следует, что это навсегда? Нет, конечно. Ну, если низкие цены на нефть ее не снесет, что ее снесет? Нет, почему? Я же такого не говорил. Я же сказал. Нет, вы и не расслышали. Я сказал другое, что политические изменения могут произойти в любой ситуации, в том числе и при высоких ценах на нефть. А если уже произойдут, если поденется на нефть, то оздоровление нашей ситуации и экономической, и гражданской, и политической гарантировано. Это разные термины. Это означает, в том случае, если цены упадут, это нам гарантированно в любом случае. Вот я об этом же говорил. Так, оздоровление не катастрофа, не кризис. А нет, нет, нет. А вот в чем, собственно говоря, и наш так называемый спор и дискуссия с нашими коллегами-сислибами? Они рассказывают, что цены на нефть упадут, и тут случится катастрофа. Никакой катастрофы не будет. Вот как раз, вот видите, мы и вас перевербовали. А меня невозможно перевернуть, я себя прав. Вот, и теперь означает, что мы с вами договорились, что если такое произойдет, это время оздоровления для нашей страны. Наша программа подошла к концу.